Дамы и господа, это один из самых сложных роликов, над которым я работал. Практически три месяца работы, пять человек в команде, девять стриминговых сервисов. Короче, сегодня мы узнаем о стриминговых сервисах все, узнаем даже как они звучат. И не просто в виде болтовни, а прям увидим своими глазками. Кроме того, вы узнаете как оплатить зарубежные сервисы, ну и естественно мы подведем итоги. Ну а теперь пару слов о человеке, в том числе благодаря которому это видео увидело свет. Человека зовут Сергей, в этом бизнесе он уже давно, и через него можно оплатить огромное количество зарубежных сервисов, да и не только зарубежных. Сергей рекламировался у многих блогеров, в том числе у Миши Бразенкова. У него огромное количество отзывов на различных площадках, огромное это значит сотни. Короче, свою работу делать он умеет. Ну да ладно, спасибо большое Сергею, что он оплачивал в течение нескольких месяцев 9 стриминговых сервисов, и у меня была возможность сделать для вас это видео. Если вам необходимо создать аккаунт на каком-нибудь стриминговом сервисе, пополнить баланс, продлить его, к Сергею можно смело обращаться. А ссылочку на него будет несложно найти под видео. Итак, приступим и начнем с исходников. У нас есть 12 композиций, и у нас есть 9 стриминговых сервисов. Каждая из этих композиций представлена в каждом из стриминговых сервисов, за исключением тех, которые не нашлись. И они у нас обозначены прочерками. Каждая из композиций мне хорошо знакома. Кроме того, каждая из них достаточно хорошо записана, и каждая из них достаточно сложная. То есть здесь не просто какой-то дэнс-бэнс, а сложная музыка, которая нам дальше поможет в анализе отличить качество каждого из стриминговых сервисов. Кроме того, нужно понимать, что есть стриминговые сервисы, например, это Spotify и Яндекс, которые даже на максимальной подписке дают только качество, сравнимое с MP3. То есть это форматы со сжатием. Это может быть AEC, OEC, еще что-то. Но мы для простоты всех и будем называть MP3. То есть с потерями. И есть такие сервисы, как, например, Sber, или Cobos, или Deezer, которые дают качество при максимальном уровне подписки во флагах. То есть в форматах без сжатия. Есть Tidal, который на максимальном уровне подписки дает качество в формате MQA. И об этом стоит поговорить отдельно. Может быть даже сделать про это отдельный ролик или серию роликов. Потому что тема сложная. Так что мы имеем 9 стриминговых сервисов. На всех у меня подписка в максимальном качестве. И вот те значения, которые вы сейчас видите по качеству. Вот они 44, там 96 и так далее. Все это подлучено на аппаратном уровне, используя каждый из этих сервисов с помощью стандартного родного приложения. Но данные берутся не из приложения, потому что, ну так в теории нас можно обмануть. А с помощью железного декодирования потока. И сама по себе железка, которая его декодирует, сообщает то качество, в котором у нас происходит это самое декодирование. Поэтому вот этим цифрам можно доверять. Теперь быстренько пробежимся по каждому стриминговому сервису. Spotify при максимальном уровне подписки, а у меня на все сервисы, как я уже сказал, максимальный уровень подписки, дает только сжатие в формате 16 бит на 44,1 кГц. Яндекс то же самое, дает только сжатие в формате 44,1 на 16 бит. Кроме того, как вы видите, четырех композиций у нас в библиотеке Яндекса не нашлось. Вообще об этом стоит опять же сказать отдельно, что касается тех композиций, которые не нашлось. Учитывая, что сейчас всевозможные санкции, какие-то лэблы прекращают работать или сокращают работу с другими там лэблами, исполнителями и так далее, какие-то композиции могут выпадать. И допустим, если сейчас она есть, эта композиция, через месяц ее может не быть или наоборот появиться. Поэтому говорить о том, что в каком-то из стриминговых сервисов больше базы, в каком-то меньше основываясь только на вот этих прочерках, мы сейчас не будем. Двигаемся дальше. Сбер. Здесь у нас в максимальной подписке идут форматы без сжатия. И как вы видите, помимо 44.1 у нас есть две композиции в качестве повыше, а именно 96 кГц на 24 бита. И по сути Сберс это единственный российский сервис, который дает действительно послушать флаки в высоком разрешении. Но как вы видите, даже в этой подборке база этих самых флаков в максимальном качестве не такая уж и большая. Теперь Кобус. Кобус стоит особнячком. Как вы видите, все кроме одной композиции у нас представлены в максимальном качестве 24 бита, ну и разное количество, но тем не менее высокое кГц. И это естественно все форматы без сжатия. Дальше Дизер. Здесь, несмотря на то, что везде 44.1 на 16 бит, по сути это сети качества во флаке. У нас формат без сжатия. Теперь Тайдл. Вас не должно смущать то, что 705 это выше чем 192. Речь идет о апсемплинге. Вообще о формате МКУА, который нельзя сравнивать напрямую с обычными и привычными форматами, в том числе и без сжатия и со сжатия. Про это, как я говорил, мы поговорим отдельно. Тем не менее, я должен сказать, что существуют как фанаты Тайдла, так и люди, которые не любят его именно за формат МКУА. И вообще формат МКУА, насколько мне известно, многие уже и разбирали на Ютубе, и просто как бы люто ненавидят, потому что считают, что это ужасный формат, который портит звук. Отдельно мы об этом поговорим попозже, по крайней мере, о моем отношении к этому. Ну и Apple Music. Как вы видите, здесь тоже достаточно большая база, хоть и несколько меньше, чем у Coboza, в максимальном качестве. И почему-то для многих это казалось каким-то открытием, но Apple уже достаточно давно дает лозелес формат, то есть без сжатий и причем в высоком качестве. Причем, как вы видите, база, опять же, не маленькая. Ну, касательно ВК, говорить тут нечего. Мало того, что здесь все в сжатии. Кроме того, история появления в базе ВК тех или иных композиций вообще покрыта мраком, и это могут быть перезалитые непонятные MP3-шки с телефона, поэтому там попадается порой настолько тихий ужас по качеству, что вообще, я вам честно скажу, вот сразу могу сказать, что рассматривать ВК как сервис с качественным звуком изначально не стоит. Там исходники могут быть залиты кем угодно, как угодно, и перезжаты, в общем, там кошмар и ужас. А вот относительно YouTube, здесь все представлено в качестве 23 бита 48 кГц, все достаточно хорошо, и, в общем-то, придраться не хочется. Библиотека, как видите, тоже большая. Но при этом, это тоже формат со сжатием. Итого, мы имеем достаточно неплохую подборочку треков. Мы разобрались с помощью железа, в каком действительно качестве все это дается в официальных стриминговых приложениях от каждого сервиса. А теперь мы поговорим о том, что нам удалось скачать для анализа, потому что с каждого стримингового сервиса я скачал по несколько композиций, и сейчас мы их будем сравнивать. Но для того, чтобы это видео не продлилось часа 3-4 или даже больше, мы будем разбирать один трек, который представлен в каждом из сервисов, а именно отель Калифорния. И он представлен, по крайней мере, в Кобузе и в Тайдоле, а также в Apple Music в максимальном качестве. То есть, это наш исходник, от которого мы будем отталкиваться. Но нужно сделать оговорочку, что сервисы, которые позволяют скачивать со стримингов, те или иные композиции не всегда их скачивают в максимальном качестве. Поэтому над этим в течение примерно двух месяцев работала команда из пяти человек из нашей закрытой группы в Телеграме. И с помощью разных сервисов мы накачали огромное количество версий одной и той же композиции и выбрали самые максимально возможные по качеству варианты. И именно их мы и будем сравнивать. Итак, в программе Audacity мы открыли два файла. Сверху один, вот снизу второй, как вы видите. И если беглым взглядом смотреть, они абсолютно одинаковы. Однако, сверху у нас Cobus в максимальном качестве 24 бита на 192 кГц. А внизу у нас тот же самый Cobus, тоже в формате без сжатия, тоже во флаке, только в качестве 16 бит на 44,1 кГц. Как вы видите, еще раз говорю, разницы сейчас не видно. Поэтому, чтобы она стала видна, мы оба файла делаем так. Переключаем на формат спектрограмма. Разделяем стерео на два отдельных файла. Удаляем один и тот же канал в обеих случаях. И увеличиваем по высоте. Что у нас теперь? Что вы видите на своих экранах? Стоит ли говорить о том, что в верхнем файле содержится гораздо больше информации? Обратите внимание, хотя бы вот здесь у нас здесь все такое яркое, а внизу явно видно, что информации меньше. Гораздо меньше ярких пятен. А значит и информация в этом случае содержится меньше. Хотя оба файла скачаны с одного и того же стримингового сервиса. Оба файла во флагах. Только здесь файл флаг в высоком разрешении, а здесь файл флаг в низком разрешении. Чтобы было еще нагляднее, давайте увеличим. Увеличиваем масштаб. Ну и собственно здесь видно. В данном случае сверху прям отдельные буквально биты информации. Отдельные звуки. Это прям отдельные точечки. Их много. А здесь внизу у нас произошла интерполяция. У нас все смазалось, потому что данных не хватает. Естественно преувеличение. Мы если вернем все обратно, будет все не так наглядно, но все равно видно. Обратите внимание даже на вот эту полосочку. Сколько информации здесь и сколько информации здесь. Наглядно? Вполне наглядно. И таким образом мы делаем вывод, что даже в пределах одного стримингового сервиса может быть разное качество. И здесь в более дорогой подписке, то есть сверху, у нас качество будет больше, чем в более дешевые подписки внизу. Хотя повторюсь, и там, и там это флаг файл. Скачаны с одного и того же стримингового сервиса. И вот именно с этим файлом, который у нас сверху, мы будем сравнивать все остальное. Потому что данный файл сверху у нас идет в самом максимальном качестве, которое нам удалось скачать. Кидаем отель Калифорнию, скачанную с дизера. Проводим всю ту же самую операцию, которую я сейчас вырежу, чтобы сократить время ролика. И сберите ваше время. Вот я это уже сделал. Итак, сверху у нас тот же самый файл в максимальном качестве, скачанный с Кобуза. Снизу у нас файл скачанный с дизера. Тоже в максимально возможном качестве. И как вы видите, информации у Кобуза в максимальном качестве, естественно, больше, чем в максимальном качестве у дизера. Это видно невооруженным взглядом. И, кстати говоря, если вдруг кто-то не знает, сверху мы видим в обеих случаях. Это высокие частоты, в серединке это средние частоты, ну и снизу это низкие частоты. Вот даже по басам обратите внимание, как много разницы по сравнению с вот этими вот басами в том же самом формате Лозелес, только в дизере. Давайте на всякий случай еще и увеличим. Думаю, что здесь тоже будет все наглядно понятно. Видно, да? Насколько больше информации у максимального качества в Кобузе, чем у максимального качества в дизере. Объяснять что-то здесь дополнительно, думаю, не стоит. Теперь делаем то же самое с файликом, скаченным со Spotify. Как вы видите, формат здесь OK, то есть со сжатием. Закидываем сюда, ну и проводим всю ту же самую операцию. Что мы видим? Файл из Кобуза, файл из Spotify. И снова максимальное качество сверху. Видно, как отличается с максимальным качеством снизу. Давайте на всякий случай и увеличим. Много информации сверху и здесь в мазне снизу. Теперь файлик скаченные с Tidal. Но нужно понимать, что это будет не MQA, потому что скачать MQA версию просто-напросто невозможно. Сверху 192 кГц 24 бита, снизу 44,1 кГц 16 бит. Скаченные в среднем качестве из Кобуза, потому что, еще раз говорю, максимальное качество скачать невозможно. Думаю, и увеличивать не надо, для того, чтобы понять, что снизу содержится меньше информации, чем сверху. МП-3 размером 15 мегабайт, скаченная с ВК. Что неудивительно, как видите, сверху у нас все так же и снизу у нас все совсем плохо. Даже посмотрите по высоким частотам, насколько видно, как обрезана эта самая МП-3. Но давайте ее увеличим. Видите, да? Насколько меньше информации. Вот посмотрите даже на вот эту вот гребеночку. Здесь каждый пик, все различия между пикселями, их большее количество. Это говорит о том, что здесь содержится информация. А здесь она просто-напросто не содержится в таком количестве, даже близко. И когда мы в прошлом ролике, в котором я сравнивал форматы без сжатия с МП-3, я вам показывал с помощью метода вычитания ту разницу, которая была вырезана, по сути, отсюда и отсутствовала здесь. Вы видели, что это достаточно большая разница. Хотя кто-то даже не понял этого, сказал, что вот эти вот звуки, которые... Есть разница между одним и вторым форматом, но они не очень важны. На самом деле нет, они очень-очень важны и они очень хорошо слышны, если у вас есть хорошая аппаратура. И если у вас есть соответствующие наушники или колонки, которые могут эту разницу дать. К сожалению, невозможно сделать метод вычитания, чтобы показать вам эту разницу между файлами здесь с помощью стриминговых сервисов. По той причине, что длина и громкость некоторых треков различаются. И невозможно их сопоставить идеально. Поэтому метод вычитания просто не сработает. Там нужен именно, по сути, один и тот же файл, перекодированный в разном качестве. Здесь такого нет, поэтому показать вам разницу между ними с помощью вычитания я не могу. Но тем не менее, вы видите эту разницу своими глазами даже здесь и без всякого вычитания. Видно, что насколько ее много здесь и насколько мало внизу. Давайте взглянем на Сберзвук. Это формат флаг, 44.1. Ну и здесь, как вы видите, вся та же картина. Сверху у нас много информации, снизу у нас информации мало. Честно говоря, не думаю, что стоит даже продолжать показывая остальные сервисы. Вы отчетливо видите, что в разных стриминговых сервисах все очень сильно упирается просто-напросто в то, в каком качестве сам стриминговый сервис предоставляет, даже с учетом формата без сжатия, разные файлы. Кобус просто вне конкуренции. Но все-таки давайте закинем MP3-шку, скаченную с Яндекса и посмотрим напоследок на нее. Ну и в итоге здесь у нас вся та же самая картина. Сверху много информации, снизу мало информации. Ну и учитывая, что это MP3, у нас еще и высокие частоты сильно подрезаны, как и низкие, в общем-то. На самом деле очень жаль, что нам не удалось скачать в максимальном качестве эти же треки для сравнения в Apple Music. И где у нас там еще было доступно все это дело в 192? Да, в Apple Music еще было 192, но к сожалению скачать нам его не удалось. Было бы интересно их сравнить. Ну а как говорится, что есть, то есть. Придется вам либо доверять моему мнению, то что я скажу по поводу того, что я услышал своими собственными ушами, ну либо не доверять. Для того, чтобы сберечь ваше время, я не буду показывать каждое приложение под Windows у каждого стримингового сервиса, а лишь отмечу основные особенности. У Spotify логичное, удобное, приятное приложение, но самое главное его преимущество в том, что есть поддержка огромнейшего количества различных устройств. То есть Spotify есть не только на Apple и Android и ПК и Mac, но вы можете этим пользоваться даже на различных марках телевизоров или приставок. Короче говоря, поддержка Spotify есть практически везде. И самое удобное, что музыку вы можете начать слушать на одном устройстве, а потом бесшовно перекинуть на другое. Ну и управлять этим, например, со смартфона, слушая то на ПК, то, к примеру, на стереосистеме, которая подключена к телевизору. У Cobus замечательное приложение, работает все прекрасно. Прямой доступ, то есть вы будете идти в обход микшера Windows, качество звука не портится. Отличное приложение. Все то же самое касается и Tidal. Отличное приложение, в обход микшера Windows, все замечательно. У Apple кошмар и ужас. У них есть возможность слушать ваши стриминговые сервисы, как через отдельное бета-приложение, которое еще хрен скачаешь, так и через iTunes. Но и там, и там у вас не будет никакого доступа к хорезам, хотя хорезы в Apple есть. Так что максимальное качество вы получите только на Android или Apple. Я имею ввиду смартфоны, плееры, ну и так далее. Поддерживаются даже некоторые стримеры. У Яндекса, как ни странно, есть приложение, но все равно хорезов вы там не получите. Однако, приложение хорошее, пользоваться удобно. И если у вас нет устройств, которым нужны всякие хорезы, этим вполне можно пользоваться. Вконтакте тоже, естественно, идет только в браузере, но и там все плохо, даже говорить не буду. YouTube Music тоже только через браузер, но качество звука неплохое, если не брать в расчет микшер Windows. Пользоваться удобно. У Сбера тоже нет никакого приложения, все через браузер, однако отпадает необходимость в хайрезах, которые там есть, потому что все идет через микшер Windows. И качество будет изначально хуже, чем в приложениях, которые доступны, например, на Apple или Android устройствах. Как видите, на плеере установлены 9 стриминговых сервисов, и сейчас я кратко расскажу про каждый из них. По крайней мере, про интерфейс, удобство, ну и вот такие все дела. Начнем с Apple Music. Для начала, по поводу рекомендаций. Есть моя станция, то есть прям сразу на главном экране. Мы ее нажимаем, и у нас вот здесь переключаются треки, которые нам порекомендовал Apple Music. Но вот даже сейчас, когда я переключаю те треки, которые мне предлагает Apple Music, я не сильно много вижу тех композиций, которые я хотел бы слышать, даже тех групп, которые я хотел бы слышать. Рекомендации у Apple, ну скажем так, не очень. Но в остальном, по удобству, есть возможные подборочки, есть возможность сразу перейти прям с главного экрана, вот что приятно. Самый часто использованный плейлист, это музыка для тестов, что неудивительно. Ну и здесь по трекам все очень удобно. Можем включать любой трек, переключать его. Сразу видим, в каком качестве представлена данная композиция. У Apple Music достаточно много в хорошем качестве композиций, но по сравнению с Кобузом, например, их на самом деле довольно мало. По крайней мере, мы сейчас к этому и перейдем. Я должен сказать, что по всевозможным функциям, по быстроте работы, по интерфейсу, в целом неплохо. И кроме того, здесь довольно неплохо представлена и российская музыка. Несмотря на санкции, мы здесь видим достаточно большую подборку и большое количество той музыки, которую может порекомендовать Apple, в том числе и нашей. Есть всевозможные подборки по разным жанрам, по настроению и так далее, и так далее. В целом удобно. То есть, мне не очень нравится, какие треки мне рекомендует Apple Music, но в целом по удобству приложение очень хорошее. И возможности всевозможных сортировок и так далее все присутствует. Поиск удобный, то есть, все в целом очень и очень прикольно. Кроме того, вот сразу поиск зашел, мы видим, что она предлагает, как правило, те композиции, которые я до этого искал уже. Ну то есть, по приложению у Apple Music все очень и очень неплохо. Ну и сам интерфейс плеера, как бы тоже, на мой взгляд, достаточно удобный. Переходим к следующему. Spotify, который все очень сильно хвалят за подборки, которые рекомендует, собственно, этот сервис. И здесь я должен сказать, что ситуация, по крайней мере, у меня не лучше, чем у Apple Music. Я не очень понимаю, за что хвалят за рекомендации Spotify, потому что он хоть и предлагает мне те треки, которые чаще всего я слушаю. Но на самом деле это не то, чего я хочу от стримингового сервиса. Потому что, как правило, я хочу, чтобы он мне предлагал что-то похожее на то, что я слушаю, но не то же самое. Зачем мне слышать то, что я и так хорошо знаю? Ну вот, логично, да? Я хочу что-то похожее, что мне должно понравиться, что-то новое слышать. По интерфейсу, по поиску и так далее, Spotify предлагает огромное количество всевозможных подборок. Это удобно. По интерфейсу у меня никаких абсолютно нет нареканий. Окно прослушивания тоже удобное. Но главная фишка Spotify – это возможность воспроизведения твоих треков и управления твоими треками, твоим прослушиванием на огромное количество устройств. Даже сейчас вы видите, сколько всего он предлагает, что есть в моей Wi-Fi сети. И это чертовски удобно, что я могу, допустим, запустить музыку на плеере, например, и буквально одним кликом перенести его, допустим, на стереосистему. Или на какие-то другие колонки, на другой источник. Это действительно очень удобно. Короче говоря, по юзабилити Spotify мне очень нравится. Но по качеству звука, по всем остальным делам, ну как бы такое. Яндекс.Музыка родная. Здесь вот за что есть похвалить, так это за подборочки. Во-первых, мы сразу включаем, видим «Моя волна». Нажимаем сюда, и я вам честно скажу, это, пожалуй, единственный сервис, в котором я постоянно получаю такое количество рекомендаций, которые мне хочется слушать, и которые я никогда до этого не слушал. И только за это можно любить Яндекс больше всего. Самые лучшие рекомендации. Буквально, наверное, еще не было ни одного, даже близко, сервиса, который я вот так вот сразу включил. Нажал «Моя волна» и начал листать треки, которые она мне предлагает. И самое интересное, что чаще всего я именно слушаю их подряд, а не скипаю. Типа, мне не понравился какой-то трек, я там «Давай следующий», «Давай следующий», «Давай следующий». Нет. Она, как правило, эта система предлагает мне то, что мне хочется слушать. Буквально трек за треком. По поводу HQ. Вот мне задавали вопрос. У Яндекса, видите, есть HQ написано. Мол, почему-то люди думают, что это какой-то хайрес и так далее. Нет, Яндекс это довольно неплохой MP3, но не более того. Поэтому по качеству звука, конечно, здесь все по сравнению с Хоббазом, Эпплом, Тайдолом сильно хуже. Но если вы слушаете какие-нибудь затычки, не очень дорогие, или наушники True Wireless и так далее, учитывая, что Яндекс предлагает очень классные рекомендации, можно даже качеством звука пренебречь. Причем я не могу сказать, что оно очень плохое. Оно просто хуже, чем в Super High Rate, который вы будете слушать в более дорогих наушниках, чем какие-нибудь ТВСки или что-нибудь такое. По интерфейсу, по всевозможным функциям, плейлистам и так далее, это, опять же, одно из лучших приложений. И Яндексу реальный респект. То есть, по удобству это очень и очень хорошо. Следующий сервис, и это у нас будет Сберзвук, который теперь называется Просто Звук. И, в принципе, хвалить приложение за удобство, за какие-то рекомендации, за еще что-то, мне не совсем хочется. Здесь достаточно много российского контента, много рекомендаций всевозможных. Он даже иногда улавливает то, что я чаще всего слышу. Например, вот вы видите, он предлагает рок 80-70-х мне, подборки для вас. То есть, он лично для меня их собрал. Классический рок. То есть, в принципе, это похоже на то, что я слушаю. Есть новая волна, где он будет предлагать мне то, что я редко слушаю, но, скорее всего, не подойдет. Я эти стриминговые сервисы тестировал на протяжении двух месяцев, и достаточно много каждый из них. Поэтому, в принципе, те рекомендации, которые мне предлагает каждый из этих сервисов, они, скорее всего, будут такими уже на таком же, по крайней мере, уровне, как и дальше. Если их слушать полгода, например, хотя, возможно, что-то и изменится в лучшую сторону. Но пока я могу сказать, что неплохие рекомендации, но не вызывают чего-то там такого. Очень много детского контента. Вот, честно, не понимаю, зачем это мне. Ну, то есть, может быть, в каком-то пункте меню должно быть доступно, типа, предлагать ли детский контент. Есть всевозможные там подборки там, ну и так далее. Но я не могу Сберзвук порекомендовать как суперсервис, который вам будет предлагать что-то новое. Да, он неплохо подбирает вот то, что вы хотите слышать, но явно хуже Яндекса. По качеству звука, пожалуй, среди российских сервисов это лучший вариант. Но он, опять же, проигрывает и Эплу, и Тайду, и, конечно же, Кобузу. И количество песен в Яндексе меньше всего. Сберзвуки чуть побольше, чем в Яндексе, по крайней мере, мне так показалось. Мы сейчас не будем говорить про то, как ситуация вот прям в количественном плане. Потому что эти цифры постоянно будут меняться, учитывая санкции, учитывая, что какие-то лейблы больше не выпускают новые релизы на наших сервисах и так далее. Эта ситуация может меняться. Вот сегодня я сказал одно, а завтра будет совсем другое. Поэтому Сберзвук это неплохо. Но мы переходим к Кобузу. И вот Кобуз в этом плане, в плане рекомендации, опять же, он не сказать, что прям раздражает. Но и не сказать, что он подбирает для меня то, что я именно хочу слушать. Не из тех композиций, которые я чаще всего слушаю, а, повторюсь, из новых. Я именно за это ценю возможность у стримингового сервиса предсказать что-то новое, что я хотел бы послушать. Если посмотреть, опять же, допустим, на недельную подборку, которую для меня сделал Кобуз. Здесь есть и Дэвид Боуэй, и Флитмонт Мак, и множество Лан Дэл Рэй. Много того, что обычно я слушаю тех исполнителей. Есть даже какие-то новые. И, как вы видите, здесь очень многие представлены в хайрезе. То есть, вот прям, как видите, вот значок хайрез, он довольно часто появляется. И за что стоит действительно похвалить Кобуз? Это за количество хайреза. И, в целом, за довольно большую библиотеку. Здесь действительно очень много музыки, и очень много музыки в очень хорошем качестве. То есть, вот, нажимаем на композицию, заходим сюда, и видим, что она представлена в хайрез 96 кГц. Это высокое, очень высокое качество, и однозначно этот трек будет звучать очень хорошо. Я подозреваю, что Кобуз сотрудничает напрямую с издателями, и у них там одно из главных условий – это предоставлять им в максимальном качестве музыку. Причем это не тайдл, который потом делает какой-то апсэмплинг и так далее. Это самые настоящие живые хайрезы, и за это респект. Здесь, опять же, можно посмотреть, какие возможные варианты, что вы хотите слушать по Wi-Fi, что вы хотите слушать по мобильному соединению, чтобы, допустим, оно, если скоростью не обладает, не затыкалось. Очень удобно все сделано, опять же, можно послушать на разных устройствах, но вот сравните, я вам показывал, какое количество устройств представлено в Spotify, и, как вы видите, здесь их меньше гораздо. То есть, и управлять здесь, к сожалению, не получится. То есть, запустил композицию здесь, потом перекинул я, допустим, на стереосистему другую, а управляем, продолжаем с телефона или с плеера. Здесь вы так уже не сделаешь. В остальном же, хорошее приложение, то есть, не раздражает и так далее. Большой выбор музыки, огромный выбор музыки в хорошем качестве, есть подборочки. Но, вот, прежде всего, кобос стоит любить именно за качество звука, нежели за вот какие-то потусторонние вещи. Поэтому, вот, как-то так. Неплохо, но, вот, основной, основная фишка, это именно качество звука. Собственно, дизер, смотрим на дизер. Давайте посмотрим сначала на окно воспроизведения. Опять же, вот, можем посмотреть, куда все это дело можно перекинуть. Можно настроить и качество звука тоже, которое подается. Здесь есть хорезы, достаточно хорошего качества. Они чаще всего не обладают какими-то запредельными цифрами, там, 196 кГц и так далее. Но, в целом, дизер обеспечивает очень хорошее качество звука. По поводу всевозможных, там, плейлистов, подборочек и так далее. Опять же, ничего особенного. Примерно на уровне всех остальных. Нормальные рекомендации, но часто попадается и то, что я бы, допустим, ну, не хотел видеть в своем плейлисте или среди рекомендаций. Поэтому здесь ничего особенного. В остальном же, очень все неплохо и дизером вполне можно пользоваться. Качество звука на очень хорошем уровне. Поиск, все дела. То есть, в целом, дизер хороший. Что еще можно посмотреть? Ну, давайте посмотрим на ВК-музыку. И здесь я должен сказать, что это, наверное, аутсайдер по качеству звука. Рекомендации, они как бы есть, но в то же время мне здесь немного попадается того, что я бы хотел слушать. Опять же, он часто рекомендует то, что я уже слушал. Вот, опять же, отель California Eagles. Зачем мне его порекомендовали? Эту композицию уже заслушал до дыр. Я не хочу ее слушать 551 раз. Я хочу послушать что-то похожее, клевое, что я еще не слышал. Но здесь, к сожалению, вот такое попадается нечасто. Очень много российских подборок, очень много подборок по вкусам. Очень много подборок с там всяких друзей, там всей прочей фигни. Это как бы на самом деле интересные фишки, но меня не зацепило. И по качеству звука, повторюсь, в ВК, ну прям совсем все плохо. Поэтому я даже не хочу на нем останавливаться. Здесь, ну вот, вот, не знаю. Не нравится мне ВК-музыка ничем абсолютно. YouTube Music. На самом деле, довольно большая библиотека. Хорошие подборки. Есть видео, можно, то есть, помимо аудио, кстати, в Коббезе тоже есть. Можно и видеоклипы смотреть. Довольно неплохо все с интерфейсом. Хорошие вот рекомендации. То есть, этот сервис, на самом деле, достаточно умный. И он довольно много всего предлагает того, что я хотел бы слышать, но не слышал до этого. Вот, для меня стриминговые сервисы, как вы поняли, это не склад музыки, который я могу на флешке держать. Это возможность услышать что-то новое, незаслушанное от ADDR. И если сервис это предлагает, мне довольно часто хорошие рекомендации делает, то это большой плюсик, по крайней мере, вот, с моей точки зрения, что можно ценить в том или ином сервисе. Короче говоря, по качеству звука здесь все неплохо, но какого-то потрясающего эффекта ожидать не стоит. У нас последний стриминговый сервис, это Tidal. Tidal это вообще достаточно интересная тема. Она, эта площадка обеспечивает потрясающие какие-то количества, в количестве битности, там и так далее. Вот я запустил, допустим, да, 705 кГц, ну, то есть, казалось бы, вау, вау, вау. Но это апсемблинг, то есть, в Tidal есть, естественно, разные, разные качества записей. И максимальное качество записей, это мастер, так называемый, вот как здесь написано, мастер. Что это значит? Что будет использоваться MQA. По поводу MQA есть огромное количество всевозможных мнений, хороших, плохих, кому-то его нравится, кому-то не нравится. Тут разоблачающие ролики, делая, что вот MQA это исключительно маркетинговый формат, там и так далее. Я не хочу, на самом деле, рассматривать это со стороны вот какого-то хайпа. Я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, Tidal звучит примерно на уровне Apple Music и на уровне Deezer, но проигрывает все равно к обузу. В остальном же, это достаточно хороший сервис, но по поводу рекомендаций, честно скажу, все не очень хорошо. Здесь много чисто американской музыки, много рэпа, подборок среди российской музыки практически не бывает. Поэтому вот Tidal, наверное, стоит рассматривать исключительно как, знаете, такой архив музыки, то есть доступ, флешка на 50 миллионов песен, будем так говорить. То есть, если вы знаете, что вы хотите слушать, хотите слушать в хорошем качестве, Tidal хорошо для этого подойдет. В остальном же, я могу сказать, что я пользовался достаточно долго этим сервисом. Мне он нравится. Здесь есть возможность всяких сортировок, топов, очень здорово. Есть фишка с объемным звуком. Есть много вот таких вот уникальных достаточно вещей, то есть их стоит, наверное, попробовать, если у вас есть такая возможность. Но все же при прочих раундах я бы выбрал Cobus и Apple Music. Вот такие вот дела по поводу Tidal. Ну и в целом мы кратенько пробежались по стриминговым сервисам. То есть, вот сейчас мы увидим, да, Apple Music очень хорошо по качеству звука, хороший интерфейс, хорошие подборки. Но, кстати говоря, крайне убогое проложение на Windows. Spotify. Просто шикарная интеграция вообще со всем, что только есть. Шикарный интерфейс, средненькие подборки. Но, как бы, сервис, на мой взгляд, все-таки проигрывает по качеству звука очень сильно. Одно из худших качеств звука, вот, по крайней мере, на слух. Яндекс.Музыка. Самая лучшая рекомендация. Сервис, который даже при наличии Cobus я периодически слушаю, не страдаю от качества звука. Но зато ловлю очень много композиций, которые потом добавляю в специальный плейлист, который потом этот плейлист переношу в Cobus, чтобы услышать эти композиции в хорошем качестве. То есть, вот, Яндекс.Музыка и Cobus это, в данный момент, мои основные. Сберзвук. Норм. Даже хайрезы появляются. Даже порой неплохие рекомендации, но хайрезов гораздо меньше, чем в Apple Music и в Cobus. И больше особо за него нечем проголосовать. То есть, этим сервисом я не пользуюсь. Дизер. Во всем неплохо. Такой середнячок-середнячок. И качество звука неплохое. И рекомендации вроде ничего. Но, вот, ничем он меня не зацепил. ВК.Музыка. Извините, дно. Но, Яндекс.Музыка. Очень хороший интерфейс. Рекомендации неплохие. И так далее. Но, по качеству звука, он там не сильно далеко ушел от Спотифая, например. И от той же самой Яндекс.Музыки. И тут вопрос, как бы, если есть Яндекс.Музыка с шикарными рекомендациями, зачем нужен, как бы, Ютуб.Мьюзик. Ну и Тайдл. Это самый неоднозначный ответ. Опять же, при наличии Кобуза и Apple Music я не очень понимаю, зачем нам нужен сервис с каким-то странным форматом, который, к тому же, имеет огромное количество проблем с подборками и вообще локализация на русском языке. Такие дела. А теперь итоги. Людям, которые слушают недорогие, либо, например, Bluetooth наушники, я не очень буду советовать заморачиваться по поводу супер качества звучания, Кобузов, Тайдлов и прочих Apple Music. Вам вполне хватит Яндекс.Музыки, Спотифай или, например, Дизера. Хотя Дизер в данном случае может быть даже и избыточен. Но, если вы обладаете хорошей техникой или просто не хотите никаких компромиссов, я вам очень советую выбрать один из следующих сервисов. На третье место я ставлю Тайдл. Это хороший сервис с хорошим качеством звука и достаточно удобным приложением. Кроме того, Windows приложение тоже отличное. Но есть свои нюансы. Например, вам потребуется устройство, которое нативно поддерживает MQA. В остальном, все хорошо. Второе место. Apple Music. Отличное качество звука. Это в первую очередь. Во вторую, замечательное приложение, кстати, не только на устройствах Apple. Но и в третьих, удобный интерфейс. Правда, существует проблемка. Это приложение для Windows. Оно никакое абсолютно. И там качество звука будет хуже, чем на приложениях на Android или на Apple устройства. Ну и первое место, как вы уже догадались, это будет Cobus. Самая большая подборка Hi-Res музыки. Бескомпромиссное качество и достаточно хорошее приложение. То есть, по сути, в Cobus есть все. Включая достаточно большую базу данных, в принципе. Там много хорошей музыки. Там хорошие рекомендации. И здесь выбор очевиден. Лучшее качество звука. И остальные параметры тоже, ну, по крайней мере, не сильно подкачали. Ну, а лично я пользуюсь двумя сервисами. Это Яндекс.Музыка, когда я слушаю всякие ТВСки. Мне очень нравятся подборки, которые делает Яндекс. И Cobus, который просто-напросто лучший во всем. Apple Music у меня тоже есть. Но его я пользую меньше, чем Cobus. По крайней мере, последнее время. Вот такие дела. Огромное спасибо ребятам, которых вы сейчас видите на экране. Благодаря им выходит качественный и полезный контент. И благодаря им я сейчас сижу перед вами. Спасибо, ребята. Вы помогаете мне в лечении. Все деньги идут именно туда. Ссылочки в описании. Вы также можете к ним присоединиться. Спасибо большое. Ну, а я с вами ненадолго прощаюсь. И я думаю, что в каком-то обозримом будущем мы с вами разберем еще и Bluetooth кодеки. Сравним звучание проводов. И вообще сделаем помимо обзоров еще много всего интересного. Так что, если вы здесь впервые, подписывайтесь. Ну, а остальным, как обычно, спасибо за лайки. Пишите комментарии. Еще увидимся. Пока.